В широкий прокат вышел фильм о Каныши Садпаеве. В основу картин легли реальные исторические события 30-х годов 20-го века. Благодаря усилиям выдающегося геолога на месте пустынного Корсакпая были открыты одни из самых богатых в мире залежи полезных ископаемых. Примерный показ фильма организовали в Карганде в кинотеатре Сарыжайлау. Там побывал Антон Александров. Творческую команду фильма «Каныш» в Караганде встречали стоя. Знакомство с актерами и история о процессе создания картины зрителям удалось узнать перед началом показа. Съемки проходили в двух столицах Казахстана – Алматинской, Карагандинской и Павлодарской областях. В итоге в киноверсии получилось больше хроники, нежели в шестисерийном сериале, говорит режиссер-постановщик. Есть какие-то эпизоды, которые мы снимаем для сериала, а потом этот же эпизод мы немного меняем, потому что у нас был отдельный сценарий для киноверсии, для полного метра. Поэтому какие-то сцены мы снимали по-другому немного. Пресс-конференция для журналистов была насыщена подробностями съемочного процесса. В картине были задействованы актеры театра и кино, деятели культуры, студенты музыкальных школ и вузов творческого направления. В фильме удалось сняться и актерам нашего театра имени Станиславского, Тимиртаусского театра для детей и юношества и Казахского академического театра имени Сахена Сейфулина. Снимать фильм – это сложный процесс. К тому же у нас исторический жанр. Было непросто подобрать локацию, найти вещи в ретро-стиле, было трудно настроить необходимое освещение, характерное для той эпохи. Зачастую съемки подобных картин происходят в Алматинской области из-за рельефа местности. Немаловажную роль играет также актерский состав. По сути, они даже не имеют права болеть, потому что это может повлиять на съемочный процесс. Для съемочного процесса приходилось даже ремонтировать целые здания, чтобы создать атмосферу той эпохи. Организовать пришлось даже аул с юртами и животными, необходимым инвентарем того времени. Все это позволило раскрыть личность Каныша Сатпаева не только как феноменального ученого-геолога, но и как необыкновенного человека, который спас от голодной смерти несколько десятков семей. Мы при этом тоже старались, чтобы зрители могли почувствовать эпоху, время, создать образ, создать, скажем так, такую ауру того времени, как приходилось не сладко, как было тяжело. Фильм Каныш уже получил признание за рубежом. В декабре прошлого года картину отметили на Международном кинофестивале в Аргентине, а уже в январе этого года фильм стал победителем в трех номинациях на Международном кинофестивале в Индии. Теперь и жители Караганды смогли познакомиться с этим шедевром.